Сегодня очень ответственный, на мой взгляд, день, потому что рассматриваются два очень важных законопроекта, касающихся безопасности детей. Почему это вдруг так? Вообще-то это не вдруг. У нас национальная стратегия по детству, до 17-го года она действует, уже было дано указание о том, что такая тема очень важна. Ну, как-то, знаете, не было особых вот так вот, не били тревогу. А сегодня уже все ведомства и правительство, и парламент, и общественные организации бьют тревогу по тому поводу, что очень много случаев суицида, детского особенно, и что это не просто так. Я всегда говорила, что оно было и раньше. В советское время это было, ну, как ЧП. Бывало так, ну, что-то случилось там с нервной системой у человека, или, может быть, какая-то трагедия произошла в жизни, что кончали самоубийством жизнь. Но сегодня это целенаправленное действие отдельных каких-то тайных организаций, лиц, которые, применяя циничные методы, начинают подстрекать к суициду детей особенно. Поэтому вот эти два законопроекта, подготовленные Ирина Анатольевна Яровой и с группой депутатов, рассматривала довольно долго, была рабочая группа создана. И сегодня пришли к мнению, что первый законопроект – это внесение новой статьи в уголовный кодекс 151-2. Это статья о том, что наказание увеличивается за это, за призывы к суициду и так далее. А вот второй законопроект, который находится в нашем комитете, он несколько сложнее, потому что он называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты». В два закона особенно важно отметить – это закон о комиссии по делам несовершеннолетних, и второй закон – это о средствах массовой информации. Но если первый закон, он более простой, там вносится обязанность, вменяется обязанность членам комиссии по делам несовершеннолетних, отслеживать тоже вот эти факты. Факты суицида и тоже вместе с другими организациями ответственными, они тоже должны заниматься этим. Я думаю, что подзаконные акты правительства появятся, и там будет четче расписанность, обязанность и так далее. У нас только вот такой рамочный закон. И второй закон о средствах массовой информации – это сложнее. Сложнее, потому что все, что появляется у нас в интернете, на сайтах, вот эти всякие контенты, это говорит о том, что у нас сегодня не только изнасилование, убийства, наркотики и все, к чему мы уже долгое время привыкли и рассматриваем, теперь появляется еще вот это вот действие, склонение к суициду. Поэтому задача наших органов федеральных, это в основном, конечно, будет МВД, они должны отслеживать ежедневно появление этих сайтов и блокировать. Ну, вы знаете, в последнее время вот у нас открыто уже в прошлом году 4700 с лишним сайтов вот с этим действом. И, конечно, вы скажете, это будет очень сложно отслеживать, но, с другой стороны, я думаю, что это возможно, и это повлияет все-таки на то, что будут не просто делать это, а опасаться это делать. Ну, появились такие дельцы, которые сегодня под названием «Другим» открывают сайт с тем же действом. Поэтому, конечно, сложности будут, но, тем не менее, я повторяю, что у нас будет работать целая огромная сеть в исполнительной власти, которая будет вот этим делом заниматься, и я думаю, что мы эти вопросы должны все вместе решать. Кроме того, у нас будет скоро в Питере заседание Совета законодателей, и надеемся, что будет присутствовать и президент, который тоже очень озабочен вот этим вопросом. И там еще подробнее рассмотрим вот это. А сегодня мы должны принять эти два законопроекта, один у Крашенинникова, другой в нашем комитете. Все единогласно поддерживают и наше правовое управление, и ГПУ поддерживают. Есть какие-то замечания, но, тем не менее, ко второму чтению они будут устранены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова